Водоканал Я определяю поверхностно-активные вещества в воде. Все моющие средства, которые сливаются у нас в канализацию, очень важный показатель, потому что он загрязняет воду нашу. Но превышения получаются очень редко. Специалисты центра проверяют воду на наличие нескольких десятков химических веществ. Среди них канцерогены, пестициды и другие токсичные вещества. Химики подтверждают, вода из очистных сооружений, поступающая в городские сети водоснабжения, полностью соответствует требованиям СанПИН по химическому и бактериологическому составу. Но до потребителя вода нередко доходит с превышением железа. Все по причине сильного износа труб. В городе вода соответствует нормам, но у нас слишком большие продолжительные водопроводные сети. И когда вода доходит до конечного потребителя на локальных отдаленных участках, там могут быть превышения, ну, по показателям, наверное, железа в основном. Водоканали считают, что проблему с качеством воды можно решить путем модернизации систем очистки. Так, на 120 городских водопроводных насосных станциях можно установить вторую ступень очистки, которая позволит улавливать из воды набранное в сетях железо. Заодно вода будет обрабатываться ультрафиолетом. Реконструкция насосных станций займет 4 года. А пока в Центре контроля качества воды дают настоятельный совет. Не стоит увлекаться встроенными в раковину фильтрами, которые воду дистиллируют. В Архангельске названы именно тех, кто в этом году будет удостоен награды «Достояние Севера». Урок комитету было не просто – 46 претендентов в четырех номинациях. В одном списке промышленные гиганты, маленькие сельские школы, учреждения науки и культуры, врачи, педагоги, артисты и ученые. Словом, самые достойные представители Архангельской области. «Определяющим должно быть слово «достояние». Достояние – оно объемное слово, вы понимаете, да? Потому что действительно надо выбрать тех людей, те коллективы, которые действительно вносили вклад в экономику нашей области, как предприятия. Люди, которые в свой вклад личный, персональный, своей историей, своей жизнью». В числе победителей предприятия Архангельск Геолдобыча, Архангельск Хлеб и Северный государственный медицинский университет. Особый интерес представляет награда, которая вручается физическим лицам, то есть северянам, чьи заслуги перед регионом достойны общественного признания. Победители пятеро – Геннадий Добрынин, Виктор Панов, Алексей Швет, Борис Шокин и Павел Балакшин. «Конечно, я очень волнуюсь, вот даю вам интервью, я сам очень волнуюсь. Это и почетно, но в то же время и очень ответственно». Награды найдут своих обладателей 17 декабря. Сегодня судебные приставы проведут в Архангельске акцию «В Новый год без долгов». Этот проект позволит северянам узнать информацию о своей задолженности, если такова имеется, и рассчитаться с ней. Для этого в торговых центрах города будут работать специальные мобильные пункты. 25 и 26 ноября с 14 до 18 часов приставы организуют прием в торговом центре «Титан-арена». К новостям спорта. Архангельский водник одержал победу в матче против московского «Динамо». Игра прошла в рамках первого круга предварительного этапа чемпионата России по хоккею с мячом. Атакующий порыв архангелогородцев столичные хоккеисты сдержать не смогли. 6-1 в пользу желто-зеленых. Покер оформил Евгений Дергаев. После этой победы водник набрал 21 очко и возглавил западную группу. Сегодня команды вновь встретятся лицом к лицу. И о погоде. Сейчас в Архангельске минус 5 градусов. Примерно на такой же отметке останутся показатели термометров в течение всего дня. Возможен небольшой снег. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова